А давайте начнем выпуск с истории о настоящих героях. Героях, которые помогают другим и не ждут ничего взамен. Они покупают щенков, растят их и обучают, а потом отдают нуждающимся бесплатно. Общество сервисных собак Теодорс готовит собак-поводырей и собак-ассистентов. Яна Рубинчик встретилась с теми, кому не все равно. Задача собаки – найти край тротуара. Здесь есть разметка для незрячих. Сейчас мы попробуем найти зебру слева. Команды на финском. В этом есть свое удобство. Окружающие не понимают, что говорят собаки. Он не понимает, что такое красный или зеленый цвет. Для этого есть команда. Даю команду идти налево. Собака находит место, где остановиться. И только после команды идти продолжает путь. Лена начала работать с незрячими в рамках одного проекта. Когда узнала, что нужны волонтеры для тренировки собак-поводырей, решила попробовать. Это добровольный труд, но в любом случае это работа 24 часа 7 дней в неделю. Поскольку собака со мной все время, она дома одна не сидит. Мне повезло, что воспитание собаки я могу совмещать с основной работой. Это уже вторая воспитанница Лены по кличке Манго. Она приступила к обучению в январе. А воспитанница волонтера Санты скоро будет готова отправиться к новому хозяину. Но пока они неразлучны. Вместе ходят даже в кино. Такая собака по закону не может заходить только в два места. Хирургический зал и кухня-ресторан. В Латвии этого пока не понимают. Случалось, на нас даже кричали. Что вы тут с собакой делаете? Алексей обзавелся четвероногим поводырем 6 лет назад. А спустя год открыл собственное общество под подготовки сервисных собак. И назвал его в честь своей первой собаки-поводыря. Теодорс. Я вот держусь за упряжку. Она идет рядом. И я чувствую все, что она делает через упряжку. Надо научиться слушать, доверять собаке. Интересно, что потом сама собака выбирает, кому она будет помогать. Теодорс выбрал Алексея из трех претендентов. Пошел только с ним. Он понимал меня без слов. Вообще, как будто он читал мысли. Лабрадор-ретривер – идеальная порода для обучения. Но нужные навыки приобретает только каждый пятый щенок. Первый год он живет в приемной семье. А потом начинается воспитание поводыря. Еще почти год. Но бывает, собаку бракуют уже на последнем этапе – экзамене. У собаки должен быть хороший, открытый характер. В разных ситуациях, в общественном транспорте и в публичных местах она не должна бояться шума. У собаки должно быть выраженное желание помогать человеку. Собаки-поводыри в Латвии широко используются. А вот собака-ассистент пока только одна. Элфа, помощница Байба, открывает двери, приносит нужные вещи, включает свет. Байба говорит, всем хочется собаку приласкать. Но если на животном специальная шлейка, трогать ее нельзя. Если другие будут ее трогать, она просто уникает за другими. И если для меня в коляске это не так страшно, то представим, что человек не видит. Стоимость сервисной собаки – около 10 тысяч евро. Но никто из тех, кто в собаке нуждается, за нее не платил. Кинолог Зайга отдает обученных помощников безвозмездно. А еще и помогает инвалидам с оплатой ветеринара и питанием четвероногих уже после того, как они переходят к новому хозяину.